На татаме молодежная сборная России спортсменам от 14 до 20 лет. Это первые и вторые номера финалисты всероссийских отборочных соревнований. Среди сильнейших и сочинка Лиана Имнадзе, 17-летняя каратистка, воспитанница городской спортшколы номер один. В национальную сборную она попала в 14 благодаря победе на чемпионате мира. Рассчитывать на золотую медаль, отмечают тренеры, Лиана может и на предстоящем первенстве Европы. Чемпионат проходит в нашей стране, в городе. На всех возлагается большая ответственность. Для меня это большое счастье, что я могу представлять свою страну, город. У себя родные стены дают огромную поддержку, моральный настрой. Все больше эмоций, чувства, все прям обостряется. Под руководством таких тренеров сложно не взять какую-то медаль. Пока же на сборах необходимо выстроить правильную тактику, говорит сочинка. В отличие от других единоборств Японии, к примеру, джиу-джитсу или дзюдо, которые предполагают борьбу и удушающие приемы, в карате степень контакта между участниками схватки минимальна, а для сокрушения противника используются мощные удары руками и ногами. Защиту с нападением и отрабатывают члены национальной сборной. Активно тренируемся на замечательной базе векспорт и стараемся стать сильнее, лучше. Конечно, лидеры европейского мирового карате – итальянцы, французы, испанцы. Поэтому наши ребята создают конкурентную борьбу и мы надеемся на самые высокие результаты. Чемпионат Европы по карате состоится в Сочи с 1 по 4 февраля. Болеть за своих приедут родственники каратистов со всех уголков страны. Для сочинских же спортсменов это возможность увидеть лучшие тактики европейского карате. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.